Здравствуйте, друзья! Поздравляю всех любителей чистых сибилянтов с новинкой. Линейка ленточников Fountec пополнилась 5-килограммовым монстром моделью Neo Pro 10i. Новая пищалка имеет 330 мм в длину и 90 мм в ширину. Глубина установки почти 120 мм. Но обо всем по порядку. Из заметных фич отмечается, что это четвертое поколение риббона Fountec. Ширина ленты 14 мм. Напомню, что в модели Neo Pro 5i она была 15 мм. Больше мощность, меньше искажения, быстрый отклик. Неодимовая магнита, согласующий трансформатор. Разработана конкретно под high-end аудиосистем, что и не мудрено. Цена такой одной пищалки под 800 долларов. Чувствительность новинки 102 дБ. Линейная АЧХ начинается 700 Гц. Лента имеет невероятную длину 255 мм. А площадь излучающей поверхности составляет аж 3570 мм квадратных. Рекомендован кроссовер третьего порядка на 1000 Гц. Вес, как я сказал, более 5 кг. Ну-ка посмотрим, как он в руке. Итак, что же скрывается в упаковке с этим динамиком? Приходится вот таким вот образом его доставать. Ну вот, примерно так. Стального цвета фланец. Я сделал несколько фото, демонстрирующих детали конструкции. Полюбуйтесь. Субтитры сделал DimaTorzok Задняя сторона фланца покрыта прорезиненной поверхностью, которая обеспечит бездребезговый контакт с плоскостью колонки, к которому вы его укрепите. Это довольно приятная опция. Не нужно прокладывать какие-либо прокладки между фланцем и корпусом коробки. Но так, впрочем, сделано у всех. Огромный динамик. Массивный, тяжелый. С длинной лентой, с огромной площадью ленты, звучащей поверхностью. С толстым фланцем. Около 5 мм, я так понимаю. Ребра жесткости для крепления. Массивный магнит. Вернее, магниты находятся вот здесь, как я понимаю, с обоих сторон. Здесь трансформатор согласующий, контакты. Что остается еще знать для того, чтобы применить этот динамик, попробовать его применить в своей конструкции? Это, конечно же, импеданс. Поэтому я сейчас беру и покажу вам импеданс с реального образца, который вы можете сравнить с импедансом, указанным на сайте производителя. Я никаким образом не оспариваю их данных. Я хочу их просто уточнить. Вот такой вот он, оказывается, импеданс этого динамика. Назовем это. Не вот здесь. Замечательно. Из указанных на сайте я вижу, что указан резонанс на 700 Гц. Измерения начинаются от 500 Гц. В общем-то, соответствуют моим. То есть, если я сделаю Rescales 500 Гц, то получится нечто вполне напоминающее то, что указано на сайте. Так или иначе, около 10 Ом получается у меня импеданс в рабочем диапазоне частот. Как и здесь, собственно говоря. Поэтому все верно. Для того, чтобы продемонстрировать вам звучание этой модели, я поставил все фаунтеки в линию. Здесь не хватает только модели X1, в том числе испытуемый динамик Neo Pro 10i. Подключил микрофон. Вот вы видите его в кадре. Ими я буду направлять на каждую модель, потому что они разнесены в пространстве. И дам вам послушать, как звучат эти все твиттеры, в том числе с новым лидером. Включаю запись и поехали. 10 микрофарад. 4,7 микрофарада. 4,7 микрофарада. 4,7 микрофарада. 5,7 микрофарад. 5,7 микрофарад. Продолжение следует... Десять микрофарадов... Четыре и семь микрофарадов... Десять микрофарадов... Десять микрофарадов... Десять микрофарадов... Десять микрофарадов... ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Десять микрофарад. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 4,7 микрофарадов. Ну и немножко вокала, голоса Марии Крест. Главные слова, сказанные, может быть, не летными фразами, Теперь лети. Главные слова, недосказанность, нарезы холодными красками, Теперь лети. Этот летний бит, моим сердцем хит, этот летний бит, не спит, не спит, не спит летний бит, спасибо, Мария. Вы наверняка слышите разительную разницу в звучании этой новинки и прежних лидеров ленточных твиттеров. Вам делать выводы, друзья мои. Стоимость оправдана или нет? Нужна ли вам такая чувствительность? Нужен ли вам такой низкий срез? Есть ли вам с чем их сшивать? Пишите, что вам хочется или уже удалось собрать с этим уникальным твиттером. Ну а за этим прощаюсь. Счастливо, ребята. До новых встреч, новых обзоров. Редактор субтитров А.Семкин